От Щёлкова до Минска. Народная дипломатия во имя дружбы и мира. Делегация Общероссийской общественной организации ветеранов вооружённых сил, в которую входит и Щёлковцы, в 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецких захватчиков посетила места боевой славы на территории Союзного государства. В пятидневный марафон в 5.30 утра ветеранов провожали руководство городского округа и гвардии старший лейтенант штурман 125-го гвардейского бомбардировочного полка. «Беларусь понесла больше всех потерь. 2,2 миллиона человек беларусов отдали жизнь. Мы прошли тот путь, в который вы идёте сегодня». «Пусть эта поездка станет небольшим, но значительным вкладом в патриотическое движение, объединяющее граждан России и Беларуси». Поездка в Беларуси – продолжение стартовавшего в 2016 году патриотического проекта от 75-летия подвига защитников в близкой крепости до 75-летия Великой Победы. Его участники – ветераны Великой Отечественной войны, вооружённых сил, участники боевых действий из 17 муниципальных образований Московской области, 9-го Центрального управления Министерства обороны. По пути остановились в городе воинской славы Брянске на площади «Партизан». На территории оккупированных районов Брянщины действовали 57 партизанских бригад. Около 200 партизанских отрядов и подпольных организаций громили вражеские штабы, железнодорожные составы. «От имени полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щеголева благодарю вас за вашу титаническую работу, за вклад в патриотическое воспитание». К 75-летию освобождения Белоруссии общественная организация ветеранов выпустила памятную медаль. Её получили участники войны из Брянска. Следующую остановку ветерана совершили в окрестностях белорусской деревни Красный берег в Жлобинском районе, жители которой находились в оккупации без малого три года. В 43-м по приказу Гитлера в населённом пункте создаётся концлагерь для детей-доноров. Через фабрику крови для солдат вермахта прошли более 15 тысяч человек. «Вот нас привезли с Украины из района Донецка. В составе было, где-то, мать сказала, где-то около 600 детей. Привезли сюда и в районе Витебска взорвали железнодорожный состав. И дети пытались как-то, партизаны спасли, некоторых буквально, большинство погибли. Но моя мать вместе с нашими со мной и сестрой выжили мы». Зинаида Тимофеева живёт в Щёлкове, а родом из Витебской области, с горьким комом горли, вспоминает детство. «Мама сначала была со мной, потом её забрали в концлагерь вместе со мной. У нас был сосед полицей, а так как он боялся за свою семью, то оставили маму со мной, а брата маминого, подростков, и забрали в Германию». В Гомельском областном музее военной славы подмосковную делегацию встречали детские коллективы, первое знакомство с ветеранским активом и непременно дружеские объятия. «Я освобожал всю Белоруссию». «Да, мы бы с вами на пару». «Да, спасибо большое. Поэтому, ладно, по всем болотам этим, так, по Курскским горам, везде проходил». «У нас много в России своих побратимов, есть города, и рядом с нами это Брянск, город Побратим, с которым мы очень дружим. И то, что свершилось столько лет назад во имя этой победы, здесь вклад как и белорусов, так и ваш». «Четыре года славы и потерь» – так отзываются белорусы о Великой Отечественной войне. Бобруйск принял удары гитлеровской авиации в первые часы после объявления войны 22 июня. Спустя 75 лет на участке трассы Жлобин-Рогачёв, где начиналась операция по освобождению Белоруссии, ветеранов из Подмосковья, бобруйчане, приветствовали со всей славянской теплотой. «Здесь прослежены все этапы войны, начиная от Брестской крепости и границы, оккупация Белоруссии, партизанская война, использование Катюши». Почётный житель Наукограда Фрязина Иван Жучков в 44-м служил механиком в истребительном авиаболку 1-го Украинского фронта. В Бобруйск его подразделение перебросили для укрепления авиации дальнего действия. «Задача была поставлена – не допустить ни один самолет сверху, для того, чтобы разбили эту переправу. И наши танки прошли во главе с командиром дивизии «Бурдейным» и осуществили окружение немцев». На площади Победы делегацию с военным оркестром встречали жители Бобруйска. Короткая экскурсия по Кривическому музею и его главная экспозиция о Великой Отечественной войне. Короткая от того, что в 34-й средней школе ветеранов ждали подростки из военно-париотического класса, представители молодёжного парламента и Республиканского союза молодёжи. «Мы заключили за короткое время, меньше, чем за два года, объезд от пресса и до победы». В Минске ветеранов принимал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Общение состоялось и в Георгиевском зале посольства, не без участия белорусской молодёжи. Говорили о том, чем опасны выводы западных борцов за демократию, искажающие итоги Великой Отечественной войны. «Кто, если не вы, будете нас учить, будете нам показывать, что можно делать, что нельзя делать, как это делать. И учить нас тому, как вообще стоит жить. Потому что кто, если не вы, люди, которые прошли войну». Символичным стало посещение Республиканской организации ветеранов, которая поддержала подмосковных военнослужащих в первой памятной поездке в Брест в 2016 году. Стороны уверены, такие встречи идут во благо мира, стабильности и безопасности на постсоветском пространстве. «Мы показываем, будем говорить, всем народам, как мы должны жить, как мы должны дружить, как мы должны воспитывать нашу молодёжь, и как мы должны поддерживать наших глав государства, которые выстраивают последовательную политику отношений братских наших народов». Делегаты из Подмосковья отметили руководителя Республиканской организации ветеранов орденом за верность Отечеству высшей награды Общероссийской общественной организации ветеранов вооружённых сил. На память о встрече минчане вручили российским коллегам юбилейные медали в честь 75-летия освобождения Белоруссии и сборных стихов о войне и победе. Ветераны вооружённых сил Виталий Алексеенко и Борис Лютик из Лобни к обстрече в Минске разучили новую песню. Патриотический проект от 75-летия подвига героев Брестской крепости до 75-летия Великой Победы завершает седьмой этап на Кургане Славы. В этих местах в июле 1944 года проходила операция «Багратион». Вражеские войска были взяты в кольцо. Операция, которая получила название «Минский котёл», продолжалась до 11 июля 1944-го и стала решающим шагом в освобождении Белоруссии.